Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале, с вами Тарас Березовец. Сегодня у нас уже 25 апреля 2023 года и друзья, сегодня с вами поговорим о самых свежих событиях. Как всегда в центре внимания всех мировых СМИ продолжает оставаться тема украинского наступления. Теперь уже по сообщению западной прессы это наступление должно состояться в мае. Ну, вывод капитана очевидность в данном случае, поскольку до наступления мая осталось меньше одной недели. Тем не менее, Нью-Йорк Таймс со ссылкой на свои источники в американском правительстве утверждает, что украинская армия готовит большое наступление, оно состоится уже в мае. Кроме того, Пригожин вернул расположение Кремля. Это произошло после ряда его заявлений. И как финальный аккорд это было заявление Пригожина о том, что родной сын путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Николай Песков, оказывается, служил в Вагнере. Ну, весь этот пропагандистский бред, естественно, уже успел быть дезавуирован, но, тем не менее, шума делал он немало. Украина ввела санкции, наконец, против Ирана. Могу сказать, yes, наконец. Нет, этого давно уже требовали украинские военные, представители экспертного сообщества. И в конечном итоге это состоялось. По сообщению Washington Post, Украина якобы готовила удары по Москве на 24 февраля, на годовщину вторжения. Но от них было решено отказаться из-за посетений ответного удара, в первую очередь ядерного. И, наконец, командующий с свободными войсками генерал Сырский рассказал о новой тактике, которую применяют российские оккупанты. В частности, о повышении координации и использовании программного обеспечения для смартфонов, которое позволяет россиянам определять позиции украинской армии. Наш враг продолжает учиться, и мы не должны ни в коем случае его недооценивать. А так, обо всем далее поговорим подробнее. Итак, Украина готовит свое наступление, или, как это пишут New York Times, контрнаступление. Вы помните, я объяснял, почему именно термин наступление является более корректным. Ну, бог с ним. Итак, американские журналисты самоувлияют на мировое издание New York Times со ссылкой на свои источники в американском правительстве утверждают, что партнеры требуют решительного наступления от Украины. Поставили ей, как они пишут, большое количество артиллерии, боеприпасов для предстоящей битвы. И теперь официальные лица говорят, что они надеются, что этих поставок должно хватить надолго. Кроме того, New York Times со ссылкой на слитые секретно-американские документы, так называемые Pentagon Leaks, утверждает, что всего подготовлено для прорыва 12 украинских бригад, каждая численностью свыше 4000 личного состава каждого. То есть, общее количество украинских бригад, это три корпуса, порядка 60 тысяч человек. Это общее количество. НАТО при этом подготовили и обучили 9 из этих 12 бригад. Кроме того, New York Times же прямо указывает место, где должна проводиться эта операция, на юге страны, вдоль береговой линии Украины на Азовском море. Но, собственно говоря, это направление фигурирует во всех аналитических раскладках. Это удар с выходом и разрезанием так называемого сухопутного коридора, выход в районе Бердянска и Мариуполя, далее рассечение на север и на юг, с дальнейшим выходом на административную границу Автономной Республики Крым. То есть, здесь, по большому счету, ничего нового мы от них не услышали. Тем не менее, американские официальные лица, к которым обратилась New York Times, анонимно заявили о том, что наступление вряд ли приведет к какому-либо серьезному изменению ситуации в пользу Украины. В то же время, они не исключают того, что украинская армия сможет их удивить, как это уже было сразу в феврале 2022 года, когда украинская армия смогла разгромить российские маршевые колонны. И, в конечном итоге, заставить противника бежать из-под Киева, бежать из-под Чернигово, бежать из-под Сум и в дальнейшем из-под Харькова и с правого берега Херсона. Кроме того, как заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, он оптимистично настроен, поскольку в период между этим и следующим годом Украина продолжит набирать обороты. Тем не менее, он призвал к реализму. Не будет ни одного момента по мановению волшебной палочки, когда заявил он. В то же время, другой бывший американский военный, генерал Бен Ходжес, как всегда, переполнен оптимизмом. В этот раз он снова заявил о том, что Украина до конца лета освободит Крым. Правда, он всегда делает оговорку. Если она получит, он говорит, достаточно вооружения. Удобная позиция, согласитесь, но не удастся Украине освободить Крым. До конца лета Бен Уоллес скажет, но ведь я же говорил, что оружия должно быть достаточно, а его поставлено не было. В любом случае, мы живем в эпоху фейков, бросов, специальных информационных операций. И, как мы понимаем, на нашего противника обрушивается лавина сообщений, в значительной мере сфальсифицированных, в значительной мере ложных, в целью ввести его в заблуждение, как уже было. И удалось, кстати, во время Харьковской наступательной операции, когда противник ждал нападения на юге, а оно произошло на северо-востоке. В данном случае все эти вбросы, они создают дополнительный белый шум, дополнительные сложности для противника понять. Я неоднократно заявлял о том, что наступление будет вестись по нескольким направлениям, не будет никакого одного, которое определено как главное. Все будет зависеть от ситуации. Самое главное, это уничтожить фортификационное сооружение противника на одном из участков фронта, узком пробить, условно говоря, этот коридор, а далее уже разрезать, заходить в тыл противнику, поскольку там уже работать бригадам провела намного проще и быстрее они будут это делать. И вот тогда, когда они уже забьют в тыл противнику, вот эта самая операция D-Day, по аналогии с операцией высадки в Нормандии, она может иметь успех. Кстати, еще одно важное наблюдение. Западные специалисты были шокированы эффективностью, которую показали украинские танкисты. Правда, с одной оговоркой, они уже прошли, имеют опыт боевых действий. Так вот, украинские танкисты показали феноменальный результат. На танках «Леопард-2» 93% попадания продемонстрировали на танках в то время, когда лучшие танкисты Бундесвера имеют показатель после многих лет, лучший показатель в районе 90%. Это все говорит о том, что наши бойцы, наши военнослужащие, наши солдаты, офицеры, сержанты, они феноменально быстро овладели западной техникой. То, что этой техники сейчас будет много, я не скажу достаточно, но будет очень много. И все это обрушится на голову противника, полетит, поползет и будет жечь, уничтожать. В этом, собственно, никаких сомнений нет. И к этому наш противник готовится, который, возможно, готовит и собственное контрнаступление в ответ. Как об этом заявил официальный представитель Белого дома и Совета на безопасность Джон Кирби, бывший пресс-секретарь Пентагона. Сейчас сконцентрирована самая большая группировка войск противника и самое большое количество вооружений на направлении Кремля-Лиман. Именно там противник и может попытаться нанести свой удар. Но это видят, безусловно, все в командовании вооруженных сил Украины. Но, а тем временем, Пригожин возвращает, практически вернул уже благосклонность Кремля об этом. Собственно говоря, мы уже знаем не только из отчетов западных аналитиков, которые заявляют о том, что Пригожин, который начинал информационную операцию по подрыву доверия к российским военным формированиям, в конечном итоге пришел сейчас к миру. Он замирился, он договорился и об этом свидетельствует, в первую очередь, то, что Пригожин принял участие в кампании отмывки сына Дмитрия Пескова. Николая Пескова, которую он приписал заявил о том, что он сражался в Бахмуте, в рядах частной военной компании Вагнера. Понятно, никакого участия он не принимал. Главное, смысл всей этой чуши было рассказать о том, что российские элиты, то есть рассказать российскому плебсу, российские элиты тоже выговорили, что мы не принимаем участие, а вот наши дети, сынки, золотая молодежь в этом принимают. Ну, понятно, этот фейк никто не поверил, как еще очередные бредни Пескова, который заявил о том, что Путин ни в каких бункерах не сидит, никаких двойников у него нет и вообще Путин активный. Вот это интересное заявление, на которое многие отрефлексировали, посмеялись. Ну, понятно, что призвище бункерное к Путину не просто так прилепилось, а история с его двойниками, она уже, собственно говоря, подтверждается многими серьезными источниками, не желтая пресса, не таблоидами. Но впервые, впервые Кремль так остро отреагировал на это и опровержение Пескова, безусловно, по классике пиара, когда что-то отрицаешь, они сработали в обратную сторону. Ну, многие сказали, а, ну раз ты говоришь, что нет, значит, таки да, так мы все-таки не ошибались. Одним словом, эффект получился ровно противоположный у Пескова, как, собственно говоря, и у Пригожина. Украина тем временем решила ввести, наконец, санкции против Ирана. Когда она уже, интересно, ведет против китайской компании вопрос. Ну, по поводу Ирана, наконец, произошло. На 50 лет предлагает Кабинет министров вынести на рассмотрение Совета нацбезопасности секторальные санкции против Ирана. В частности, речь идет о запрещении передачи Ирану технологий, права на объекты, права интеллектуальной собственности, инвестиций в пользу Ирана, запрет регистрации международной платежной системы операторами, которых является резидентом Исламской Республики. И все это, безусловно, в ответ на то, как Иран накануне, как стало об этом известно, поставил России, об этом писал в «Осли Джорнл», свыше 300 тысяч артиллерийских снарядов, миллион патронов за полгода. Иран отправил оружие в РФ на грузовых судах. Я об этом рассказывал, если вы помните, в одном из блоков по Каспийскому морю. Все это пришло. И вот, наконец, дошло до санкций против Ирана. О Китае мы поговорим в отдельном обзоре, там очень много обсуждать. Ну, а Украина, как заявили в «Вашингтон-Пост», готовила удары по Москве на 24 февраля, годовщину вторжения, но отменила их. Отменила, в первую очередь, как свидетельствует секретный доклад агентства нацбезопасности США, поскольку Буданов приказал одному из подразделений Главного управления разведки готовиться нанести массированный удар, а ЦРУ посчитало, что это может привести к ответным действиям, в частности, нанесению ядерного удара. ЦРУ вмешалась, и в конечном итоге ГУР отступил, и этот удар дронами, как мы понимаем, не состоялся. Но, что интересно, под Москвой все последние дни дроны летят каждый день. Знаете, как летят перелетные птицы, а тут летят перелетные дроны. Каждый день летят, летят и приземляются, и достигают цели. Внуково закрывали накануне, прилетели и попали они в Стрелецкой бухте Севастополя. Достигли своей цели, хотя развожая, визжал, кричал о том, что мы все сбили, все самоликвидировалось. Тоже врал очередной раз. Ну, а враг наш, тем временем, совершенствует свою тактику, как свидетельствует командующий Схопутных войск Александр Сырский. Генерал сообщил о том, что наш противник сейчас стал активнее использовать программное обеспечение, в частности, под названием Alpine Quest GPS, которое, как он сказал, позволяет видеть, там нанесены координаты позиций всех огневых средств ЗСУ, объекты атаки, маршруты выдвижения к ним, а также задачи соседних подразделений. Также враг координирует применение БПЛА, огонь и артиллерии. Командир группы российская имеет возможность эффективно управлять личным составом. Кроме того, противник более активно стал применять арт-средства и также очень хорошо координирует действия в несколько волн своих штурмовых групп, что показал опыт в том числе и Бахмута. То, о чем я говорил, противника нельзя категорически, это смертельно опасно, нельзя недооценивать. Противник наш учится. Мы совершили гигантский скачок в развитии. Но и противник наш тоже не сидит и не стоит на одном месте. Он активно использует технологии, которые сам Запад вкладывает в его руки. Ну а, как мы видим, ситуация на фронте, она становится сложнее по мере приближения украинского наступления, к которому, собственно говоря, практически все готово. И вполне очевидно, что все эти прогнозы такие, да, относительно того, что все это состоится в мае, они оправдаются. Нам осталось ждать недолго, я бы сказал, всего лишь несколько недель. Думаю, меньше недели. Все зависит от погоды. Пока еще погода стоит дождливая, хотя она уже начинает налаживаться, уже вышло солнце. Потихоньку начинает все просыхать украинские. Глина и чернозем. Но нужно хотя бы 2-3 недели устойчивость к теплой погоде, для того, чтобы все это окончательно высохло. Все это нужно для тяжелой западной бронетехники. Вот такой он. Этот месяц май, совсем он не о праздниках. О празднике, кстати, поговорим дальше еще в видео. Почему к Путину не приедут на 9 мая, почему возрастают риски его личной безопасности, и что, собственно говоря, задумал Китай. Об этом поговорим, друзья, в отдельном видео. Вы подписывайтесь обязательно на канал, если оказались здесь впервые. Лайкайте, шертик, комментируйте трансляции, подписывайтесь на мой телеграм-канал, там всегда больше оперативной аналитики и видео. Линк на телеграм найдете под этим видео. Слава ЗСУ, друзья, слава Украине. Верим в успех нашего наступления. С вами был капитан украинской армии Тарас Березовец. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok